Встречать широкими гуляниями осень – добрая традиция. Конец времени земледелия, сбор урожая. Издревле на Руси последние теплые деньки года были временем праздников. На селе же Золотую Пору всегда чествовали по-особенному. Сегодня эти традиции продолжаются и приумножаются. Всероссийский фестиваль творчества сельских поселений «Золотая тыква» вот уже шестой год проходит в Московской области. На этот раз в Протасове, ведь именно огудневцы в прошлом году стали победителями фестиваля, что проходил в Анискинском поселении. Этот праздник всегда проходит осенью, тогда, когда приходит День урожая. Празднуют его во всех субъектах Российской Федерации нашей большой страны. И посвящен он всегда сбору урожая, плодородию и семейному благополучию. Именно на этом празднике раскрывается вся широта русской души. В ее самобытных песнях, самобытных ремеслах, в сувенирах ручной работы. Русские традиции известны во всем мире. С ними неразрывно связано прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Наша Подмосковья, наша Россия, она прекрасна всегда. Но осень с ее красками, мне кажется, прекрасней времени года нет. Одновременно Огудневская отмечает и свой день рождения. Потому для местных жителей и гостей мероприятия получился вот такой двойной праздник. В этом году фестиваль проходит по-настоящему масштабно. Участники «Золотой тыквы» – 18 подмосковных поселений. Конечно, для нас этот волнительный день сегодня, потому что мы месяца два последних готовились к этому замечательному событию. С праздником «Золотая тыква» и с праздником нашим, родным праздником, днем сельского поселения Огудневска. Счастья, добра, успехов. Программа фестиваля насыщена разнообразием изделий народного промысла, зон отдыха, мастер-классов, композиции урожая, интерактива и ярких выступлений артистов. Выставки и фотозоны, различные народные забавы. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. И, конечно, главный его символ – тыква. Здесь красавица осени, представлена в различных вариантах. Осенний огород – лучший арт-объект. От людей на деревне не спрятаться. Тыквенный сезон. Четыре номинации конкурса – важная персона осени, тетушка тыква, по которым и будут определены лучшие. Нужно сказать, сделать это будет непросто, ведь все участники фестиваля подошли к нему творчески и оригинально. Одно точно – праздник не оставил равнодушным никого из присутствующих. Пришли с одноклассниками, с друзьями, с классным руководителем. Праздник отличный, впечатления вообще прекрасные. Очень много людей, очень много в национальных костюмах, все очень нравится. Анна Балиет, Валерий Жеглейт, телерадиокомпания «Щелково».